Всем здравствуйте! Очередное видео из рубрики Воскресный рецепт. И сегодня рецепт опять печенье. Печенье шоколадного, вкусного, без маргарина. Рецепт очень простой. Простой настолько, что его сейчас приготовит мой сын. Мой 13-летний сын. И у него сейчас это фирменное блюдо, фирменный десерт. Итак, мы делаем сразу двойную порцию. Рецептуру я напишу внизу в описании к данному ролику. Яйца. Сюда нужно добавить сахар. Особый вкус и аромат у выпечки дает добавление специй. Сюда у печенья мы будем добавлять корицу, ванильный сахар, разрыхлитель. Это не специя, это разрыхлитель. Дальше имбирь сушеный, молотый. И молотый кардамон. Вот эти две специи, только благодаря этим, например, двум специям, у вас будет особый такой аромат от печенья. Вот поверьте мне, попробуйте. Теперь всю эту массу нужно взбить. Можно использовать блендер, а можно использовать обычный венчик. Массу взбить нужно очень тщательно, чтобы сахар растворился. Но можно пойти более легким путем, перетереть сахар на сахарную пудру. Тогда все произойдет намного быстрее. Следующий ингредиент растительное масло. Ну а так как рецепт заявлен как шоколадное печенье, пришло время добавить какао. Получается вот такая вот масса. В рецепте этого нет, но мы еще добавляем орех. В нашем случае грецкий орех, но можно добавлять фундук, можно добавлять арахис, что у кого есть. Но опять же, можно без ореха вообще. И последний ингредиент это мука. Наступает момент, когда тесто нужно серьезно помешать. И сын говорит, что ему нужно почувствовать тесто. Поэтому он мешает рукой. Но я думаю, взрослый человек сможет размешать это тесто даже ложкой. Далее, это тесто нужно поставить в холодильник на 2 часа, чтобы оно остыло. Прошло 2 часа. Тесто остыло. Вот так оно выглядит. Довольно твердое. Теперь, из этого теста нужно делать шарики. Обвалять каждый шарик в сахарной пудре. И выложить на противень. Противень нужно застелить или пергаментной бумагой, или фольгой. Собственно, вы сейчас все увидите. Продолжение следует... Печенье выпекать в духовке при температуре 200-225 градусов, 20-25 минут, в зависимости от вашей духовки. Печенье, которое сделал мой сын, находилось в духовке 22 минуты. Вот так оно сейчас выглядит. Теперь остается подождать, когда печенюшки остынут. И провести дегустацию. Пока что все просто супер. Ну вот так выглядит печенье после того, как оно остыло. Вот такой внешний интересный вид. Очень красиво смотрится. Но, больше всего меня интересует вот это печенье. Потому что здесь сюрприз. Внутри мы положили кусочек банана. Мне кажется, что банан в сочетании с шоколадным тестом будет очень хорошо. Поэтому сейчас я поставлю камеру на штатив и продегустирую вот это вот печенье. Ммм. Ммм. Очень вкусно. С бананом просто супер. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.